Норвежская семга и польские яблоки уже исчезают с полок российских магазинов. В условиях низкой конкуренции отечественным производителям трудно удержаться от соблазна и не повысить цены на собственную продукцию. Что происходит в торговых точках Чебоксар, отправился выяснять министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Цель сегодняшней проверки такова, что все-таки мы хотим еще раз убедиться, чтобы на прилавках наших магазинов лежала качественная продукция, чтобы не было завышения, тем более вы знаете, что в связи с указом президента Российской Федерации мы в ежедневном режиме должны мониторить ситуацию с потребителем цены на продовольственные товары. По итогам проверки серьезных нарушений со стороны местных товаропроизводителей не обнаружено. Цены на чувашскую продукцию не завышены. Есть другая проблема. Представлены наши продукты в недостаточном количестве. Должна быть здоровая конкуренция. Есть определенные, скажем, приверженцы той или иной продукции. И мы не должны их как-то стеснять или должен быть выбор всегда. Но самое главное, чтобы товары были представлены. Попутно в ходе проверки выявились и другие проблемы. Продавцы сознательно вводят покупателей в заблуждение, не указывая настоящий состав продукта. Очень легко можно наткнуться на дешевый заменитель под видом качественного товара. Это масло написано сливочное крестьянское. И вот 500 граммов, это полкилограмма, оно стоит чуть больше 90 рублей. Хотя вот фактически натуральное масло крестьянское, которое животное масло, столько стоить не может. Оно должно стоить где-то 350 рублей килограмм. Это получается, ну 300 рублей килограмм. Это получается полкилограмма, это 150 рублей как минимум. Поэтому здесь вопрос о том, что, скорее всего, здесь добавлено растительное масло. От эмбарго на импортную продукцию мы не только не пострадаем, но и извлечем выгоду, подчеркивают эксперты. Однако только в том случае, если товаропроизводители, продавцы и покупатели будут честны и порядочны по отношению друг к другу. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.